Я хочу сегодня говорить об грани роста, измерения роста. Мы хотели говорить о двух темах. Первая – это измерение роста. И вторая тема – это мультикультурная, мультинациональная церковь. Мультикультурная церковь. Но сегодня мы будем говорить об измерениях роста. Now, normally, when we talk about growth, too many people often equate growth to only numerical growth, numerical growth in numbers. И часто, когда мы говорим о росте, многие люди приравнивают рост в основном к количественному росту. И в основном они оценивают рост с точки зрения вертикального роста. Выше, больше, ну, больше в объеме. Но рост – это не всегда означает количество, это не всегда обозначает объем, это не всегда обозначает высоту или рост. И, например, если мы говорим о росте церкви. И когда мы говорим о росте, кто-то может говорить, например, пять лет назад у тебя было 400 людей, сейчас у тебя тысяча людей. И кто-то может сказать, вау, действительно, ты растешь. Но, с другой стороны, И может быть такая ситуация, что пять лет назад у тебя было 200 людей, и сейчас, пять лет спустя, у тебя те же самые 200 людей. И кто-то может сказать, ну, церковь вообще-то не выросла. Да, но, если вы посмотрите на это в форме нумеричного росту, то это может быть право. Но иногда, даже в таких случаях, когда церковь остается 200 людей, может быть, может быть, может быть, есть формы росту, которые мы просто не идентифим. И если мы смотрим на это глазами такими, что, если количественно не выросла церковь, то, как бы, ну, рост незаметен. Но, наверняка, или вероятно, есть определенные грани роста, которые мы просто не научились определять. Мы не научились их видеть. Ой, I'm almost speaking my language, yeah. И я хочу сегодня, чтобы мы бросили вызов тому пониманию, которое у нас есть относительно роста. Я хочу сказать, что рост может быть или может проявляться в разных измерениях. could you call the English-speaking people out there, so that they could join us? They might not know I'm speaking English today, because last time, they were really disappointed I wouldn't call them. Just a minute, please. We'll wait for these people to join us. Okay, so, talking about dimensions of growth, I would say, if your church is growing numerically, and that is the only kind of growth you are experiencing, that might not talk too much about the health of the high church. И я хочу сказать о росте следующее, что если ваша церковь, например, растет количественно, то я не могу гарантировать, что это здоровый рост. И если вы растете только количественно, но не растете, как церковь, в других областях и в других измерениях, то это может быть проблемой. Это точно так же, как человек. Если вы растете, и вы растете в высоте, но вы не растете в интеллигенции, вы не растете в знаниях, вы не растете в силу, вы не растете в отношениях с людьми, вы не растете в вашей менторской развитии, и вы просто маленький. Это проблема прямо здесь. Если посмотреть на человека, если человек растет просто в высоту, физически растет, но... Папуша, иди скажи все англоговорящие, что я проповедую на английском, пускай они по-быстрее выйдут сюда. Если человек растет физически, растет ввысь, но не растет, например, интеллектуально, не растет, не развивается в физической силе, не растет в том, чтобы приобретать какие-то, какое-то обучение, менторство, не растет в том, чтобы... Ну, человек растет только высоко, только он... Биологически? Биологически. Он не знает ничего, не может разговаривать, он не считает, не пишет, ну, ничего не понимает, как ребенок. Просто растет высокий, огромный, а он связать слово два не может. Это катастрофа. Это проблема. Это как большое дерево. Без плодов и без ветв, без ничего. Это вообще не очень. Если кто-то растет только количественно, но не растет в других измерениях, то это может быть вызов и может быть проблема для такого человека. Или для такой организации. Это не очень здорово. Это означает, что церковь, организация, или индивидуальный, растет в одном направлении. А здоровый рост, он должен быть направлен в множестве векторов, в множестве направлений. И если я вас сегодня спрошу, как вы оцениваете свой рост? Является ли ваш рост многогранным? Или вы растете только в одном направлении? Одновекторный. Вы растете только физически? Или вы можете указать на какие-то направления, на какие-то векторы, в которых вы также растете, и вы можете показать этот рост? How many dimensions will you identify for yourself as areas of your growth? You have them? Or you only grow in one dimension? Or you don't even think about growth? Или вы даже не думаете о росте? Если у вас есть организация или церковь, Do you know how many dimensions of growth you are experiencing in your church? Знаете ли вы, измеряли ли вы когда-нибудь, в скольки направлениях развивается ваша церковь? How many dimensions? Сколько векторов, сколько граней в развитии вашей церкви? Are you just growing in number? Or you are only growing in crisis? Or in money, in finances? Вы растете только в количестве, или вы растете так же в деньгах, или вы растете так же в проблемах? Are you only going in the same way? Или те, или так? Вы растете либо в количестве, либо в деньгах, либо в проблемах? Вы как растете? Только в одно направление каком-то, да? Либо в количестве, да? Или, может, только в деньгах считаете? Если вы растете, то, что вы растете, то, что вы растете, то, что вы растете. То, что вы растете, то, что вы растете. Но сегодня, I really think this will revolutionize your thinking, and, you know, and make you to less, to condemn yourself less, to be less judgmental to yourself if you are not growing in the area everybody talks about. So, if you are not growing numerically, maybe you should judge yourself less. Maybe you should look at other areas where you have actually been experiencing growth, or you might still, you know, explore for growth. И сегодня, я верю, что эта сессия, этот семинар, он изменит ваше мышление, произведет определенную революцию, когда вы, возможно, научитесь смотреть на рост немножко по-другому. Если вы не растете в том, за что другие оценивают показатели роста, может быть, вы обратите внимание на то, что вы растете в каких-то других областях, может быть, если вы не растете в чем-то очевидном, то наверняка вы обратите внимание, что есть какие-то другие области, в которых вы, возможно, выросли, или в которых есть еще потенциал для роста. Поэтому давайте посмотрим на список. Может быть, он не будет исчерпывающий, но в этом списке есть определенные сферы, где можно расти. И вы сможете исследовать свои возможности для того, чтобы начинать движение в этих сферах. Поэтому, если у вас нет количественного роста, вы сможете, предлагаю вам, посмотреть на этот список и двигаться в том, чтобы расти по тем направлениям, которые мы сейчас рассмотрим. Итак, если мы говорим о гранях роста или о векторах роста, то, конечно же, очевидный, самый первый, это количественный рост. Это физическое измерение, физическая грань роста. Это то, что люди легко замечают. Все, что является здоровым, оно растет. Все, что является живым, растет. И это нормально, ожидать роста. И нормально хотеть расти. И нормально искать роста, искать возможности расти. Поэтому расти количественно, расти вертикально, это очень правильно. Но есть разные периоды в жизни. И есть такие периоды, когда вы растете, или вам нужно расти количественно, но есть и такие периоды, когда вам нужно концентрироваться на каких-то других аспектах роста. Так как у людей. Мы иногда расти вертикально или высоко в высоте, до примерно до 20-го года. И тогда мы не перестаем расти и начинаем расти в других дименциях жизни. Например, человек, он до определенного времени своего биологического растет ввысь. Где-то до 20 лет он вырастает ввысь. Но в какой-то момент он останавливается и начинается другой этап, другого роста. И это не означает, если вы перестали расти физически ввысь, это не означает, что вы перестали вообще расти. Вы все еще растете. И то же самое с организацией. Например, recently I was talking with my, one of my daughters, and she said, mom, what, I mean, dad was wrong. You know, you start reducing, you going down, I'm going up. And I недавно разговаривал с одной из своих дочерей, и она говорит мне, папа, я не понимаю, что происходит. Ты как-то уменьшаешься, а я больше становлюсь. And she said, what was wrong? What was the problem? Why did you stop? И она говорит, папа, я не понимаю, в чем проблема? Почему ты остановился? I said, I'm not growing down. We don't grow down. But, you know, we just stay in the same place. Я говорю, что я не уменьшаюсь. Мы просто, мы не уменьшаемся в росте, мы просто становимся такими, до какого роста мы выросли. But I told her also, that I'm experiencing other kind of growth. So I showed her my stomach, my roots, and my whiteness. That's a form of growth as well. I'm going in the breath. I'm growing round, you know. But also there are other areas where we grow, you see. In wisdom, in knowledge, in experience, in experience, it is a, et cetera, et cetera. So, we all understand numerical growth, so we're not going to talk too much. понимаем, что такое количественный рост, поэтому мы не будем больше об этом говорить. The next area of growth, is spiritual growth. It's a spiritual growth. So somebody might not be growing physically, that you might not see the growth, or the organization might not be growing physically, but sometimes it might be experiencing spiritual growth. So a church might still remain a 200-member church, but they might have grown in experience, in knowing the Lord, in the knowledge of the Lord, and in spiritual matters. Например, церковь, она не может вырасти, она, например, не увеличивается в количестве больше, чем 200 человек. Но, при этом, она может вырасти в духовном, в духовной сфере, например, в познании Бога, или в каких-то других духовных сферах. So, spiritual growth is also an area of growth, that sometimes, we are experiencing that we don't acknowledge. You know, when it was talking about Jesus, He grew not just in stature, but also in spirit. Когда мы говорим об Иисусе, Иисус рос не только физически, но Он также возрастал и в духе. Yeah, so, you know, it's a form of growth, that we have to acknowledge. И это та форма роста, которую мы должны также признать. It's a growth that we must explore. Это та форма роста, это та сфера роста, та сфера развития, которую нам нужно исследовать. И это та сфера роста, та сфера развития, которую нам нужно воспользоваться, нам нужно в этом расти. Now, the next dimension of growth, следующее направление роста for an organization and for an individual is to strive to gain not just numerical growth or spiritual growth, but to also strive for financial growth. Это следующая сфера, это желание расти финансово, то есть это сфера финансового роста. То есть не только физическая, не только духовная, но еще и финансовый рост. Это сфера финансового роста. So, an organization must grow financially. If you don't grow financially, you'll not be able to do much. If you don't grow financially, you'll not be able to do much. You'll be limited. You'll be limited. Your possibilities will be paralyzed. And your possibilities, многие ваши возможности будут парализованы. So, you need to make plans for growth. Поэтому вам нужно составлять планы роста. Just like you make plans for your spiritual growth. Точно так же, как вы делаете, составляете план для вашего духовного роста. So, you must have plans for your financial growth. Также вам нужно иметь план для финансового роста. As an individual. Как человек. And as an organization. И как организация. And just like you have plan for your numerical growth. И точно так же, как у вас есть план для количественного роста. You must invest time and to explore how you could grow financially. Вы должны инвестировать время, потратить время и узнать, как вы можете расти финансово. So, yeah, that's another form of growth. We might have experience even though you might not be growing numerically, but it is possible to be growing financially. Итак, это еще одна форма роста, о которой мы говорим. Если вы не можете расти количественно, то вы можете расти финансово. But if you don't experience any growth numerically, но если вы не претерпеваете никакого количественного роста, если вы не переживаете никакого количественного роста, and you don't experience any spiritual growth, если вы не переживаете никакого духовного роста, and you still don't have any financial growth, никакого роста, ни по каким направлениям. Well, 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 you might need to begin to think deeper, but still there are other areas of growth. So, maybe you are not good in those things, but let's keep on looking for areas of growth or dimensions of growth. Может быть не каждый является профессионалом в этих областях, но давайте посмотрим на другие сферы роста. Another area of growth that, you know, an individual who is growing most experience or could experience or an organization or a church that is really growing, could experience is growth in influence. Следующее направление роста или следующая сфера роста которую мы можем ощущать как человек или как организация это сфера влияния. То есть, можно расти во влиянии, можно увеличивать свой уровень влияния, свою силу влияния. You can grow in influence. Вы можете расти во влиянии. So, what does that mean? Что же это значит? Let's say you are a church of 200 people. Скажем, вы церковь состоящая из 200 человек. И 200 человек это ваше нормальное количество на протяжении последних пяти лет. Но, если у вас даже нет 2000 людей, но во влиянии, в сфере влияния, каждый вас знает в вашем городе. И вы прикасаетесь к каждой семье в вашей городе. И они вас уважают. И они почитают вас. И они точно знают, куда идти, когда они имеют какую-то нужду. Это влияние. Влияние может быть гораздо больше иногда, чем количественный рост. Потому что другая церковь может быть в том же самом городе с 2000 людей. Но она может быть известна только на той конкретной улице, на которой она находится. и город ее не признает, не воспринимает. Они остаются только в тех четырех стенах своей церкви. Они не несут, они не распространяют влияние. Они не распространяют никакой значимости, они не отвечают на нужды общества. И в этом большая разница. Поэтому влияние является очень важной вещей. Влияние это также богатство. Влияние это своего рода валюта. Поэтому влияние очень важно. Влияние также важно, как и количественный рост. Влияние также важно, как и финансовый рост. Да, оно важно. Следующая форма роста, которую мы хотим исследовать, не располагать. Если у вас нет количества роста, если у вас нет духовного роста, если у вас нет финансового роста и роста в сфере влияния, давайте посмотрим на другие сферы роста, которые еще могут быть. Но понимаете, самое лучшее — это расти во всех направлениях. Расти во всех направлениях — это самое лучшее. Итак, следующая форма роста, которую каждый человек должен переживать, которую каждый человек должен культивировать в себе, или стараться расти в этой сфере, так же, как и организация, — это расти физически или материально, то есть расширять свою материальную базу. Если вы в церкви, например, 10 лет, и у вас, например, 200 людей, и за период 10 лет у вас нет земли, у вас нет никакого имущества, у вас нет здания, у вас нет офиса, у вас нет машин, у вас нет автобуса, у вас нет, может быть, музыкальных инструментов, оборудования какого-то. Вы просто церковь попрошаек. Это не совсем красиво. Очень лучше, если бы эти вещи у вас все были. Это лучше, чем не иметь этих вещей. Материальный или физический рост, он очень важен. С другой стороны, может быть, у вас нет одной или двух тысяч людей, членами церкви, но как церковь, состоящая из двухсот людей, может быть, у вас есть уже свое здание. Например, есть церковь в Киеве, у которой может быть около ста членов, двести, и в то время, когда у нас было двадцать пять тысяч человек, кто знает, что есть разница между церковью, у которой двести человек членов, и между церковью, у которой двадцать пять тысяч человек членов. Есть разница? И в то же самое время, когда у нас было двадцать пять тысяч человек, у нас не было здания, не было церковного здания, у нас не было офисного нормального здания, никакого имущества, никаких зданий, Никакой земли. Ну, это просто так. Мы не имеем ничего. Просто большая церковь. Просто большая церковь. Извините. Но эта маленькая церковь, состоящая из двухсот членов, угадайте что? У них была своя земля, у них было свое здание церковное, офис церковный, какое-то имущество. И как результат, мы арендовали несколько зданий, несколько залов по городу, потому что у нас есть много разных представительств, дочерних церквей. Три наших церкви, они должны были идти именно в то здание и арендовать то здание. Вы хотите, чтобы мы посмотрели на них? Нет. Вы думаете, что у нас есть право смотреть на них свысока? Нет аргументов. Мы были хороши в чем-то, но они были также хороши в каких-то других вещах. Мы растем количественно. Это также для нас не является каким-то предметом гордости. Мы не могли с ними как-то говорить на них, потому что мы не могли с ними как-то конкурировать. Нет, нет, мы не могли с ними как-то конкурировать. Мы не могли гордиться, мы не могли кичиться, потому что у них было что-то, чего не было у нас. И мы не могли тогда сказать, что мы это церковь, которую Бог благословляет. Ну, что вы думаете, что Бог их благословит? Даже если они не имеют 20 тысяч людей, то что вы называете, что они имеют, когда мы должны идти и пить их на их дом, хорошо? Бог благословит нас в различных способах. Бог нас благословляет по-разному. И надо это признать. И почитать это. И уважать их за то, что они сделали. И так Бог их благословляет. Вы понимаете? Может быть, у вас нет всего, но у вас должно быть что-то. Вы понимаете этот пример, сравнение, да, что кто-то в том благословлен, кто-то в этом. И так, они тоже переживают рост, но в своем направлении, в определенном направлении. Сегодня, то здание, I mean, that church, that I'm talking about, with 200 people, every weekend, they have about 22,000 people come to that building every weekend. И сейчас, та церковь, у которой всего лишь 200 человек, ее собственных членов, которая владеет определенным зданием, каждую неделю, в эту церковь приходит 22,000 верующих из разных церквей. Потому что они сдают, они сдают в аренду это здание другим церквям. So, 22,000 they service every weekend. So, different ways of growth. You want to say something, Pastor Bernard? No, 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 I'm just kidding. I'm saying, man. Interesting, isn't it? So, seek, don't put God in a box. Поэтому ищите, не помещайте Бога в коробку. Don't say, you must only bless me numerically, that's all. Не говорите, что ты должен меня благословить только количественно. God will choose to bless you in different ways. Бог может избрать, благословить вас другими какими-то способами, в других направлениях. And seek God to bless you in every way. И ищите воли Божьей, чтобы Он благословлял вас во всех сферах. And let it be open to Him to bless you in any possible way. И также будьте открыты для того, для Него, чтобы Он благословлял вас в различных сферах. Sometimes we, as Christians, we could think that, well, God has not blessed me. Maybe you are not looking right. Maybe you are just focusing on one area. And you are thinking, since you don't have that one, that you think you are not blessed. Maybe that's not fair. Maybe you just need to widen your experience, widen your expectation, and widen your knowledge. God is much more just, than you think. And He gives us more, than we actually recognize. And He gives us more, than we actually recognize. And just open your mind. Next dimension of growth is growth in vision, wisdom, and understanding. Это рост в видении, мудрости, и понимании. Разумении. Рост в видении, мудрости, и разумении. You could have a church of a thousand, of a thousand, or two thousand people that don't have anywhere. They are going, no vision, no understanding, no wisdom. They are just submitting to do Sunday service. У вас может быть церковь, в которой может находиться тысяча, две тысячи людей, но они приходят на служение, и они не понимают, вообще, куда они идут. У них нет картины видения, они не знают, куда церковь идет, они не знают, куда они сами идут. But I know churches that could be maybe 50 people or 100 people that have vision for, you know, mission fields, China, Africa, that are blessing the world all over. That is a form of growth, and they might be doing more all over the world, you know, changing their community, changing international, you know, sponsoring pastors, sponsoring missions, you know, sending our missionaries. And you say, I don't grow any? Well, I don't think so. No, но я также знаю церкви, в которых может быть 50, 100 членов, но которые четко и ясно знают свое видение, они четко и ясно знают, куда они идут. И на самом деле, они, например, спонсируют какие-то миссии, они молятся за какие-то миссионерские поля, они могут благословлять пастырей на миссиях, они молятся за какие-то страны, и они имеют гораздо большее влияние, чем кто-то, чем церковь, например, в тысячу человек. You know, there are so many churches in America that are over 5,000, 10,000, that you never heard about. But there are some churches that are only a few hundred that are all over the world, you know, that are in different countries. You see there are миссионers everywhere, they are sponsoring so many pastors, so many mission people. I mean, they are changing the world, while the big ones, you hardly see them go anywhere or do anything. You think it's not growth? Вы думаете, это не рост? They might not be having physical, vertical growth, but they might be growing in vision, in understanding and in wisdom. Видите, может быть, у церкви, у организации, не будет очевидного количественного роста, но они, благодаря своему росту в видении, в мудрости, в понимании, они могут иметь больше влияния, чем те, которые не имеют этого. like in the last year, for example, in the embassy of God. Например, в прошлом году в посольстве Божьем. We have not worked too much on physical growth these days. We, мы не сильно работали, мы не делали акцент на физическом росте. Because I discovered that if you just keep a large crowd coming and they don't get transformed, it's more a disappointment. So I discovered that most people don't understand God. They don't know him personally. So I decided to make that my focus in the last few years. So even though we have not been emphasizing physical growth, but you will discover that in the last year we had over 50 new books released from our church for the world, for the secular world, growth and wisdom. And the wisdom contained in those books, you know, the changing lives of Christians, not just in this church, in all, in different churches, people who are not believers, people who are not born again. You know, that wisdom is growth in wisdom. Not in quantity of people, but wisdom everywhere. The books are everywhere. Everybody's talking about it's changing. University of life, that's a form of growth, you see. It doesn't have to be in quantity a lot. We released a lot of books, and it confirms that the church, we as an organization, we grew up in wisdom, we grew up in vision, we grew up in understanding, in understanding. So everybody outside, and all in the church, I don't worry, I don't worry, I don't worry, I don't know, what's called, or just a bill. So people who are not Christians, or people in other churches, they could benefit from that growth in wisdom. And people from other churches, people who are not Christians. And people from other churches, or people who are not believers, they were blessed by this growth. We affected them благодаря тому, что мы росли именно в этом направлении. So, different dimensions of growth. Итак, мы видим еще одно направление роста. Should I continue? Order is enough? That might be enough. Может быть, достаточно? Нет. We can stop at that. Может быть, нам остановиться на этом? What do you think, Pastor? Should we stop at that? Что вы думаете, Pastor? Depending on your programs, that's fine. We have a lot of things that you fall into our, maybe if you want some Q&A. Anybody has any question? Есть ли у кого-то вопрос? Any contribution? Есть ли какое-то дополнение? Yes. I'm thinking about what you said about missions. Can you hear, Pastor, better? I hear the mission question. Yes, please. And now, Jesus was talking about multiplication, 30, 60, 100-fold. You have to finish the question, and then we'll say. I thought it was contribution. Ah, okay. Yeah, go ahead. So, Jesus was talking about 30, 60, 100-fold as much. So, the Lord showed our church in Sweden that he wanted us to focus on reproduction growth. He's sending out missionaries who will then be encouraging other movements that already exist and starting new movements. So, instead of having a church in Sweden of maybe 4,000 or 5,000, we now are influencing approximately 200,000 people through that servanthood and reproduction. Yes. In addition, to the question about the growth is that when you talked about missionaries, that is the growth and the of the influence, that Pastor said, for us in Sweden could be able to create a church on 4,000-5,000 people, but instead of we have a small church, but which has a huge impact on 200,000 people around the world. because we отправляли students, we проводили training around the world and we have huge impact on 200,000 people for the world. It is the growth that they chose for their church, because they have on this определенное благословение. Our church is very small. It sends out people to come to us. Pastor Rory говорит, что наша church очень маленькая, но она постоянно отправляет миссионеров. So, that's a confirmation. Any other thing you wanted to say? or some questions you would like me if I want to ask? I have a question, sir. Yes, sir. Thank you for explaining the dimensions of growth. Numerical, spiritual, wisdom, influence, material. My question is this. how do I know which dimension to focus on relative to what we are now? Okay. Everything will depend on where you are right now. And I will advise you to focus on the easiest one first. And so focus on also, you can also focus on your area of strength. Also, you can focus on the area of need that is closer to you or more obvious to you. Or with needs that are around you. So, then when you are doing what is easier for you or where you are good in, you don't invest too much energy into that. But then you still have enough energy to be able to really push where you are not so good. So, where you are good, things go automatically. But where you are not so good, you need to exact energy to really make things work in that area. you need of energy to 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 sphere to one sphere. But it will leave energy to to push другие сферы роста, в которых вам действительно нужно расти? Вопрос от пастора Рори. Вы бы могли сказать больше о периодах жизни церкви? Не как человека, как личности, а вот именно для церкви, периоды жизни для церкви. Да, есть периоды в росте или в жизни церкви, как и в жизни человека. Для церкви, первый период жизни, это будет период рождения. Когда, you know, you are coming forth. And so that's at a time when you really want to push for growth numerically. Then another time comes when you want to establish the people you have come. So, because they know, they got saved, but they must be established in the Lord. And then we must go to another stage. And then we must go to another stage. When you want to be established materially, you want to have a building for yourself, you want to have equipment. Следующий этап, это тот этап, когда вы хотите утвердиться материально. Когда вам нужно найти для себя какую-то землю, построить здание, офис, оборудование. Then another time will come. Потом придет другой этап. When you want to influence the community and the city where you are in. Другой этап, это тот этап, когда вы захотите влиять на город, влиять на общество, в котором вы находитесь. And then later on, there might be another season when you want to extend your influence to the missions or internationally. Потом, будет такой этап, когда вы захотите распространить свое влияние на международной арене, то есть, когда вы захотите влиять на другие нации. Then another season comes, when you focus your attention to the next generation. И потом придет определенный этап в развитии вашей церкви, когда вы захотите сфокусировать ваше внимание на следующих поколениях. И это те основные периоды в жизни церкви, о которых я бы хотел говорить. И когда вы говорили о Нигерии, вы говорили о том, что вы хотите влиять в сфере финансового роста. Правильно ли то, что это является, скажем так, основанием? Пастор говорит, да. Да, я хочу идти в Африку, не чтобы начать церковь сначала. Я хочу просто идти и помочь людям. Я особенность уменьшила обеспечить обеспеченные требования, которые там есть везде. Таким образом, обеспечивая обязательства на земле, я хочу быть able to bring relief to people and credibility to the message. So once you have people trusting in your mission because they have been touched, it's easier for you then to tell them about God. И я верю в то, что если ты прикоснешься, если ты поможешь человеку, и решишь его какую-то основную проблему, то, от чего он больше всего страдает, или то, что больше всего его гнетет, то тогда он будет открыт к принятию слова от Бога. И еще кто-то что-то хочет сказать или задать вопрос? Awesome. Know where you are, or even organization growth like a church. So do a kind of assessment to really know what the current state is and where the church is, especially from your experience. Yeah, well, it's better to take all these dimensions I've mentioned and as you said, where was I yesterday? Where was I day before yesterday? And where am I today? That's a simple way to approach it. So if you know that you are more, you are more zealous yesterday, and you are less zealous today, then you know the mark you forgive yourself. Вопрос был такого характера. Как мне понять, как оценивать свой рост в различных сферах? И пастор задает такой ответ, что посмотрите на себя вчера, посмотрите на себя сегодня. По этим пунктам. По этим пунктам, да. И сделайте разницу. Ну, то есть, например, посмотрите на себя год назад, или, например, вчера, или месяц назад, и оцените себя, каким вы были вчера, каким вы являетесь сейчас. И это даст вам четкое понимание. Стали ли вы более ревностными? Стали ли вы более мудры? Стали ли вы больше знать? Или влияете ли вы на большее количество людей сегодня, чем вчера? Yeah. Anyway, yeah. I agree, sir, that persecution sometimes helps. Say that again? Do you agree, sir, that persecution and challenges will sometimes help? Ah, okay, you who are talking at the same time. Come again, pastor. Bernard? No, thank you, sir. I wanted to say that this is so interesting because in all these dimensions, definitely, whichever one you're focusing on, you are going to have a plan. Yes. What is called a growth plan? For example, if I'm, if I have a numerical, if my, if my current dimension is a spiritual growth, definitely I'm going to have a plan towards that. Numerical growth. I will have a plan towards the medical growth and growth. Maybe in future, we'll just have, we'll combine about three and see how, you know, we can get an experience on growth plan and specifically towards some of these dimensional areas. Okay, okay. But next week, you already said we wanted to talk about multicultural, or we should leave that for later. So many things to talk, so many things to talk about. Yes. I did. Pastor Bernard, Pastor Bernard поблагодарил за ответ and говорит, что, ну, очень мудро и очень здорово, что вы сказали об этих сферах роста и о том, что есть определенные системы, как мы можем измерять свой рост в тех временах, в тех временах. Yes, что нужно планировать для кого. Если я хочу количественно расти, надо его, надо программу, надо заставить. Если я хочу финансово расти, надо планировать, надо заставить программу. Я не знаю, что он будет слышать, что он будет слышать. Да. Спасибо. Yes, now I hear you. Do you agree, sir, that... I'm not sure he's going to hear you from there. Do you agree, sir, that it is God allowing the challenges in our life and the persecution sometimes to help us to focus? I agree, sir. And that persecution and challenges doesn't just help you to focus, but sometimes it will bring you into your destiny. And most persecution most of the time removes unnecessary things from your life. Yes. And it helps you to focus on the right thing and remove your focus from the wrong things. You know, most of the time God allows persecution because you have been focusing on the wrong things. So, he wants to correct your focus. So, when you are rejected, he wants you to pay attention at the... to stop paying attention at the things that you thought were important before. You need to begin to focus on things that you didn't know about. You thought were not so important. You need to focus on those things that you didn't think about before. or what are they are important? I think no. I think no. I think no. I don't know. I have more here, but I will not say it. I have more here, but I will not say it. I have more here, but I will not say it. But what do you want to say? What do you want to say? You say what do you want to say? I will say that sfera. профессиональное, то есть профессиональное развитие в какой-либо сфере. Профессия. Я просто почему спрашиваю, потому что среди этих всех, я считаю, что ей тоже, их много, и оценивать можно по-разному. Мне кажется, это очень важно. Пастор, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Более подробно, финансовый рост церкви, что он в себе заключает? Какая роль? Десятина, или еще что-то. There is a question, Pastor Bernard, Pastor Sande. Pastor Sande, could you explain more about financial growth? What does it mean? Is it only about tithes and offerings, or is there anything else? Yeah, when you're talking about the financial growth of the church, you must have a strategy about that. Итак, когда мы говорим о финансовом росте церкви, под этот рост должна быть определенная стратегия. You must have your strategy and your plans. Most churches in the world that I know, they only depend on their tithes and offerings. to survive, and to run the church. и для того, чтобы обеспечивать нужды церкви. But that is a very weak way of financing the church. If you depend only on that, either you have to have a large crowd coming, to have a large crowd coming, or you've got to keep on exploiting people. And you'll be telling them to give two, three, four, five offerings in a service. And you'll be telling them to give two, three, four, five offers in a service. And you'll be laying too much burden on that group. But, you know, a better way to do it is to have a comprehensive plan. Comprehensive. Всеобъемлющий. Okay. So, you, okay, well, tithes and offerings is one, but just one dimension. One area. But you have to improve on that. You could go to another area of skill development for your members. ¿Vam нужно пойти в sferу развития каких-то навыков членов вашей церкви. То есть, если вы помогаете своим людям приобрести какую-то профессию, то тогда, благодаря этой профессии, они смогут генерировать какие-то деньги для церкви. Вы можете посмотреть на разные программы экономической помощи или экономического обучения для своих людей. То есть, вы можете организовать для них серию тренингов, семинары какие-то, для того, чтобы дать им больше знаний в том, как экономически быть успешными, как быть финансово успешными, как зарабатывать больше денег. Может быть, вы захотите начать клуб только для бизнесменов. where they experience their, you know, they exchange their experiences and give opportunities to ensure that. это будет то место, где бизнесмены в вашей церкви, они будут обмениваться опытом и будут предоставлять взаимные возможности друг для друга. You might want to float a millionaire program for making people become millionaires who are anxious about that. Может быть, вы запустите программу становления миллионеров и, может быть, из этих бизнесменов вы сделаете миллионеров. You might want to tell people, you know, give people ideas of products, products production. Или вы можете также дать своим людям, членам вашей церкви, какие-то идеи о том, какие продукты они могут производить. Может быть, какая-то инновация, чтобы они начали производить эти продукты, продавать и тоже получать деньги. You might want to meet some needs of the society where you are. They might have some economic needs and then you become the answer to those needs of that part of the society. No, economic, only economic. Yes, make money. If you are living in a country where people rise cold, you could say, okay, we are going to be making winter dress and we are going to make the best. You know, just, you know, you have to sit down and come up with a comprehensive plan. То есть, вам нужно сесть и разработать всеобъемлющий экономический план, всеобъемлющий бизнес-план для вашей церкви. У меня есть помазание быть... No, 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 I'm in favor of being professional in everything. Я сторонник. Извините, я сторонник быть профессионалом во всех областях. In everything you do. Во всем, что вы делаете. So, you know, I have a professional attitude and approach to things. У меня профессиональное отношение и профессиональный подход к тому, как я делаю вещи. So, what I'm hearing you say, sir, is when you're saying professional, comprehensive, I'm hearing multidimensional in every area. Yes. Excellent and multidimensional. Yes. То есть, когда я слышу профессиональный и всеобъемлющий план, то я слышу также, что это многовекторный или многогранный подход к работе. Да, многогранный подход к работе, к тому, как вы делаете все свои вещи. You mentioned in our HMT, the first one I went to, about another way to attract economy was funding. When we were coming with wisdom to the local government, then that would attract funds also. Oh, grants. Yeah, grants. Grants, grants. Grants, yes. Вы также говорили однажды на ретрите первого уровня для иностранцев, что мы можем также приходить к нашему, например, правительству или к руководству городов с какими-то социальными проектами или районами и получать какие-то гранты, например. Это тоже может быть одним источником для финансирования церкви. Okay, guys. Итак, ребята. I think we had an interesting evening. Мне кажется, у нас был прекрасный вечер. So, if you don't have any more questions, So, if you don't have any more questions, you have. Okay. You have a question? Вы говорили, если мы начинаем в чем-то расти и появляются какие-то нападки и так далее, это обязательно или что всегда Бог хочет нас перенаправить на что-то другое или нам наоборот нужно усилиться? Потому что у нас вот в служении постоянно, я не знаю, почему и с чем это связано, только мы начинаем что-то делать и постоянно или начинать не получаться или какие-то возникают трудности и ты вроде бы понимаешь, что в этом есть Божья воля и иногда не хватает чего-то доделать как бы, знаете, вы говорите, профессионально делаете все, а вот у нас не хватает как дожать, чтобы это было профессиональным уровнем, потому что из-за вот таких постоянных каких-то проблем, траблов, вот мы открывали центр, нас там пять раз пришли закрывать, там, демонтировать, сказали, закрыться, потом мы вроде бы уладили и тут приходят нам говорят, ну, ребята, извините, а мы там уже ремонт сделали, все покрасили, чудно там, деньги потратили и нам говорят, ну, извините, это помещение продается в итоге и такие и вот постоянно так, короче. there was a question related to pastor saying about prosecutions and trials that we face and this could be a sign for us that God is probably taking our focus to another dimension and brother was asking a question that he's opening rehabilitation centers and they have a lot of no rehabilitation ministries and ministry youth ministry you know starting an office and they opening you know a center a center and they were told you know that you have to move from this office and for us from the center they did the renovation and everything yes and they were told that you know guys you have to move because we're going to sell this office soon and for us this was kind of prosecution but is this really a sign for us that we have to move our focus from our ministry to something else how do you comment on it because not just that but everything they do they run into troubles everything they start is just trouble everything is that a sign that we should leave it quit it and go I think that if your vision is not attacked and you don't have trouble you have you have a free free run without attacks and difficulties then you might not be troubling Satan too much I think Я думаю, что одним из подтверждений того, что вы делаете правильные вещи, и самое сильное подтверждение того, что вы делаете правильные вещи, являются те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Сколько? Количество. И это должно быть самым большим воодушевлением и самой большой мотивацией для вас. Посмотрите на посольство Божье. Это наша история. Я не думаю, что в мире есть еще какая-то церковь, у которой было бы больше проблем. Но это еще то, о чем вы знаете, но я знаю больше, о том, больше, что у нас проблем было. Итак, если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, то вы должны знать, да, это воля Божья. Не думайте, что проблемы – это sign that you should quit. Это знак для того, что вам нужно оставить это дело. Не проблема – это sign that you should continue and rejoice. Проблемы – это как раз-таки подтверждение того, что вам нужно радоваться и продолжать этим заниматься. Иногда мы перестаем этим заниматься до того, как мы одержим победу. Как раз накануне победы. Долготерпение и настойчивость и постоянство – это одно из самых величайших качеств, которые Бог нам дает. И способность держаться, способность давить до конца. Поэтому я написал свою книгу «Человек есть, человек нет». Потому что это постоянство – это одно из тех качеств, которые мы зачастую не имеем, которого нам не хватает. Постоянство – это то качество, которое составляет разницу между великими и посредственными людьми. Потому что посредственные люди легко сдаются и перестают что-то делать. И они идут начиная что-то другое. И так, и так, и дальше. Перестают, начинают что-то другое, перестают какое-то другое начать. Но великие люди, они держатся до последнего. Пока они не победят. Один последний вопрос, sir. Сегодня вы дали идею о том, как мы должны attack the issue of homosexuality in the church. Are you there? No. And you were speaking about terrorism and that we make it more attractive for the terrorists to come to the kingdom than what they're doing. How much do you think we should make a strategy for getting out that kind of information globally? And how much do you think we just begin where we are and see where it goes? It's good to start where you are. Очень хорошо начать там, где вы находитесь. Но этого недостаточно. It's better to make strategy. It's better to have strategic... Лучше, лучше, лучше иметь стратегию и планировать хорошо. И когда вы планируете, и когда вы сделаете стратегии, ваша победа и ваш успех, он становится более предсказуемым, чем какой-то случайный успех. Are you with us, sir? Anyway, that's why we finish. Let's just finish on that. Anyway, Pastor Bernard, that's how we finish today. Yeah, I'm not the connection, but I'm back now. No, no, it's okay. We are finishing on that. Thank you so much. Thank you very much, sir. The Lord will continue to bless you and increase you. This is wonderful. We appreciate you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your life program. Yeah, every Saturday. We do that every Saturday. Is it on for next Saturday, too? Yes, every Saturday. God bless you, sir. Thank you. Blessings. Thank you, sir. Blessings. Bye. Bye.